Светлана Налепова Светлана Налепова И социализацию И развитие Что необычно для проекта Что тебя подтолкнуло? Это была моя мечта Это была мечта создать социальное предприятие Именно с пожилыми людьми В основе лежала вообще история И потом, когда уже глубоко проанализировала Здесь много кто спрашивает Когда интервью мы даем Историю Но всегда должна быть какая-то отправная точка История моей бабушки Это человек, который пережил войну И она очень рано осталась одна Потому что дедушка был в смертельной Фактически войну И прожил очень недолго В мирное время И она все время была в работе И дети все время уходили Потому что каждый создал уже свою семью Уже взрослые Она каждый раз выходила на улицу и ждала их Когда они придут Она все время придумывала какое-то То есть какое-то действие Целое мероприятие На котором обязательно должны собраться дети Например, посадить картошку Картофель на гектаре земли Ну вот они должны обязательно прийти Ей, конечно, одной в большом доме Она не нужна была То есть она все время была в этой деятельности Потом был этап, когда все собирались ее полоть Потом, когда ее уже копать Картошка объединила семью Да, то есть какая-то деятельность Поэтому в спорте мероприятие Про фестиваль как раз расскажу тоже То есть такая идея очень интересная Объединилась семью И она все время была в деятельности Но это село Что можно сказать, что у нас происходит в малых городах? В малых городах происходит, что семья уходит Человек в возрасте остается один И он чаще всего просто остается один в четырех стенах Даже если посмотрите У нас сейчас же кахалавочки не везде ставят Ну, чтобы выходить и просто общаться То есть даже до такой степени И они себя постоянно ищут Вот буквально совсем недавно У нас пришел новый мастер Говорит, я шесть лет на пенсии Я шесть лет думала, куда себя деть Спасибо, что вы вообще есть И честно говорю, есть Мы работаем в направлении такой продуктивной деятельности Не все готовы что-то делать По определенному требованию качества И определенный продукт Смотря на то, что у нас ассортимент очень большой И можно, обычно заявок очень много Можно выбрать из всего этого, что тебе хочется В какой момент ты поняла, что вот эта идея Она не просто имеет право на существование Она действительно Она просто обязана быть И это стопроцентное попадание Причем именно социального, наверное, здесь больше Я хочу сказать, что очень много людей Ставших поколений, которые готовы работать И наглядным стал прям последним Таким, такой точкой По которому было понятно Что это окончательное решение Нужно срочно делать У меня отец приехал из деревни Он человек, мастер по деревянному делу И пытался найти на работу Он такой человек Два года до пенсии Очень здоровый Если он, знаете, есть такие весы Которые возраст биологический, да, то они это имеют То есть он туда встает То он в свои 58 лет У него биологический возраст 37 Потому что он жил всегда на природе Постоянно работал И он очень здоровый человек Мы пытались найти какую-то работу Но везде Первые видели всегда отказ Этот человек в 58 лет Очень здоровому И даже на какие-то элементарные работы Тоже было сразу по возрасту Такая возрастная дискриминация Сразу все вычеркивалось Я нашла Удалось нам найти место Как раз деревянного производства То, что он очень хотел И что получилось Что человек в возрасте Входит в коллектив В молодой коллектив В тот момент Он очень ответственный Он приходит как в советское время В определенное время Он очень Ну то есть он по-другому к жизни относится И по-другому к работе И там получилось Это непонимание поколений Целый конфликт И целая дискриминация И когда я Был момент Когда уже пыталась поговорить И собственника Я даже уже просто пыталась понять Что происходит с ним Потому что ощущение было такое Что знаете Какой-то сумасшедший человек То есть я его хорошо знаю Все с ним в порядке Но что-то не так Что-то не получается Как они не могут понять Рассказать мне Что что-то не так У них не получается Естественно, конечно Он был неправ В плане того Что давай спрашивать Он как старший в возрасте Что надо приходить вовремя Выполнять задачу Про сроки То есть вот эти вот все вещи А молодежь Сейчас немножко по-другому Вообще, в принципе К работе относится Возникл сильный конфликт Его назвали сумасшедшим дедушкой Когда мы Когда я пришла Забирать документы Все очень срочно Потому что это было уже никуда В какие рамки входить И пыталась выяснить Что все-таки произошло Мне никто не смог Корректно объяснить Все, что мне рассказывали Все было адекватно Ну то есть это правильно С точки зрения взрослого Ответственного человека Который работает на предприятии Дальше Когда Ну я бы сказала Не переживай Мы обязательно организуем предприятие На котором будут работать Вот такие Мега ответственные Пожилые Ответственные люди Он, конечно, не дождался Пока мы организовались Он уже уехал И уже организовал Там большое фермерское хозяйство У нас уже здоровья хватает Энергетики Хватает в этом направлении Мы организовали производство И у нас был сначала Декупаж Деревянные изделия Он так как основной состав И выходит очень быстро Вот из этого состояния Такого квартиры Четырех стен Женщины Мы решили Что-то должно быть Что-то такое женское Это как раз Появились Появились вязаные игрушки Вязаные игрушки Очаровательные игрушки Кто все-таки подсказал идею Вот именно Перейти вот на такую форму Почти год экспериментов Отработка Такого предприятия Понимая Что есть определенные Славы и стороны У нашей целевой аудитории Да Это проблемы со здоровьем Особенно с деменцией Это просто какая-то Катастрофа Бич может быть Да Современного сейчас общества Особенно людей Чем старше поколения И мы поняли Что не просто должна быть работа Должна быть такая реабилитация У нас есть мастера Которых направили к нам Для вязания Врачи Вязать 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 Моторика Моторика И моторика То есть мы говорим Когда рождается ребенок Развивайте моторику То же самое Берите крупы Макароны Фасоль Перебирайте крышечки И так далее Мелкие детали Замочки Вот все то же самое Только для людей Старшего возраста Я хочу сказать по секрету Останавливаться вообще нельзя 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 Ни в каком возрасте Ни в коем случае Нужно работать постоянно руками Мы становились Основные игрушки у нас Из плюша Плюшевой пряжи Мне очень приятно Их прям хочется гладить Это игрушки Из серии Антистресс Это антистресс Даже при изготовлении То есть даже при изготовлении Это как раз им Антистресс Потому что Вы эту форму Искали год Да Год искали Продукт Который действительно Будет интересен Одновременно И покупателю Потому что хочется Чтобы люди заработали И одновременно Чтобы это было Комфортно Удобно И такой была Своего рода Ребилитация Для наших Подопечных Плюшевая пряжа Она очень толстая Если посмотрите И для тех У кого зрение похуже У нас 90% мастеров Могут вязать Только этой пряжей То есть приходят Даже с нуля Люди Которые никогда Не занимались Вязанием Там даже Под назначением Врача Приходят Обучаются Начинающие Ну наверное Через несколько занятий Вот уже вот такие Игрушечки Начинают небольшие Вязать Вот такие Антистресс Кстати очень актуальные Игрушки Очень актуальные И они Трансформеры Если посмотрите То есть они могут Вот так вот Выходить В 2020 год Их можно обратно Ну то есть это прям Реальный антистресс И им тоже очень Они с удовольствием Это делают И есть у нас Допустим Некоторые заказчики Которые хотят Из шерсти Очень мало Кто может сейчас Вязать Из шерстяной пряжи Во-первых Это аллергия Очень часто Они склонны К аллергии У нас есть люди С инвалидностью Ну потому что Возраст уже Вот как раз В этот момент Сейчас очень сильно В России развита Если знаете Такая поддержка В виде долговременного Ухода Да Сейчас очень много Говорят о том Что вот нужны Учреждения Уход на дому Мы хотим Чтобы до Долговременного Ухода Людей Либо вообще Доходило Да То есть Чтобы они Все время Были в сознании Это Программа Президента Активное долголетие Вот сейчас Набирает Такие обороты И действительно Вот глядя На этих Энергичных Улыбчивых Активных Бабушек И дедушек Ну просто Даже не веришь Что им уже 60 плюс 55 плюс Они танцуют Зумбу Они занимаются Йогой Они ездят На экскурсии Они пишут Картины Они вяжут Они Ну просто Настолько Активно Перемещаются Ну честно Я вот глядя На них Прям даже Им завидую Вот правда Завидую Потому что К своему И все это Бесплатно И все это Доступно И все это Действительно Создано Для того Чтобы людям Дать возможность Не чувствовать себя Вот за чертой Как будто Ты уже Вот все Остаешься Один на один Со своими болезнями С одиночеством Тебе некуда Применить Тебе некуда Выйти Тебе не с кем Общаться А здесь В общем-то Ты чувствуешь себя И полезным И нужным И востребованным Когда появилась Эта программа Мы-то запустились Раньше Чем программа Запустили Мы просто Были счастливы Потому что Был момент Когда мы запустились Мы поняли Что им нужно Что-то такое Здоровление Они ходили с палками А еще какие-то Здоровительные зарядочки Делали Да Мы понимали В каком-то минимальном Оно было В принципе Всегда Но в какой-то Очень минимальный Так активно есть Чтобы пойти на йогу Или в бассейн Как мы сейчас Отправляем наших подопечных Такого не было И то есть нам Это в принципе Даже как-то Не знаю Сократило нашу работу То есть мы сейчас говорим Так, девушки Не забывайте Что есть программа Активное долголетие Это вот В пятницу мы едем На экскурсию Давайте записываемся Да То есть уже Уже знают Или для того Что говорят Так, у нас там Мероприятие Какое-то Вот такая Производственная сессия Они прямо говорят Так, а я записана На бассейн А я там на йогу Слушай, ну я даже Хотела сказать О том, что Участницы Творческих мастерских Серебряных годов Они за этот год Ну пожалуй Наверное Приняли участие Во всех самых Крупных мероприятиях Которые проходили На территории округа Это и дефиле костюмов Да Это и выставки шляп И конечно же Ярмарки Где представлены Игрушки И мастер-классы Которые они проводят Ну то есть Они настолько Вот социализировались Вот сколько всего Проекта лет? Ну третий год Мы два года праздновали За три года Ну в общем Потом пошел третий год Удалось вот людей Настолько вывести Да Вот из этого состояния Ненужности И наоборот Социализировать полностью Ну я хочу сказать Что не все готовы Выходить в дефиле Хотя я смотрю У меня коллеги Которые из дефиле Даже видят Которые бабушка Они говорят Нет я буду просто вязать Я буду просто вязать Нет Нет шапочку И наденут Потом оденут Какой-то шарфик И смотришь Человек просто изменился И он уже готов Бежать вместе с ними Да То есть возможность Такая выйти из круга Существует Но мне не докажется Что я их просто теряю В дефиле Очень много они делают В принципе и дома И сейчас еще что изменилось В производстве Они сейчас Подарки своим внукам Вяжут сами То есть в поле того Что приходят И у старших мастеров Спрашивают Там какой-то мультик новый вышел Да Я хочу Внук заказал игрушку Там на какое-то На день рождения Вот из этого мультика Старший мастер так посмотрит Обсудит с ней схему Даст ей возможность И все И она вяжет Своему внуку Вот эту вот игрушку То есть уже Имея определенные навыки Вот этот ассортимент игрушек Которые существуют Как-то вместе с мастерицами Вы обсуждаете Или все-таки это решает Старший мастер Какие будут формы Старший мастер У нас их несколько Несколько Предлагает определенную позицию Есть у нас команда Предлагает Которая видит по спросу И есть у нас такой момент У нас есть Несколько рисунков детей По которым Ну есть Мои дети в частности Которые рисуют И предлагают нам игрушки Мы пробуем все идеи Есть даже такая У нас такая небольшая услуга Индивидуальная Мы пробуем Потому что удовольствие Бабушки включаются В этот момент Когда вы заказываете Игрушку своему ребенку И говорите Я вот хочу Именно вот такую Такого цвета Такой формы Даже не из мультика А просто какая-то Идея возникла И получается Это такое произведение Которое изготавливает Одновременно ребенок И мастер И вот можно Несколько вот таких моментов Сделать Удовольствие Просто невообразимое С двух сторон Когда вот работают Вот в таком направлении Вот вам и Связь поколений Все-таки отклик Вот когда Вышла первая партия Этих игрушек Ну я думаю Что наверняка Первую тестировали На своих детях На детях Друзей и знакомых Какой отклик получали? Потому что Ты уже сказала О том что Материал искали долго Форму искали долго Ну вот Остановились Почему именно на ней? Чем она привлекла? Конечного потребителя? Ну вообще Как мне объяснил потом Маркетолог Да Первая миленькая Мягкая Там антистресс Сейчас у нас общество Все время в бегах И вот этот вот ритм Не позволяет часто Остановиться Да И сейчас В тренде В моде Все такое мягенькое Да Все такое антистрессовое Это реально Потому что успокаивает Ты приходишь И ты хочешь Окунуться в какие-то Мягкие-мягкие Пушистые Огромные тапочки И у меня уже коллеги Давайте это делать Я говорю Вы знаете Это почти одноразовые вещи То есть Из тех материалов Которые сейчас существуют Связать Постоянно В них ходить Не можно Только после ванны Только отойти К ванной К кровати То есть Это такая непрактичная Весь на маркетологе Говорит Не надо никакой практичности Нужно Чтобы было мягенькое Чтобы это было Такое мягкое Аккуратное Чтобы как бы Тебя защищало Окунуло В какое-то пространство И ты мог Реально расслабиться И отдохнуть Вот эффект Вот такой То есть Мы соединили Два эффекта Это социальную историю Реабилитацию Тоже То есть Они даже Когда изготавливают Это тоже для них Антистресс Целая процедура Такая антистресса Дети что говорят Дети говорят Детям нравятся Игрушки Это Ну прикольно Очень прикольно И мы даже Делаем На рюкзачки Вот такие штучки Да Которые можно делать Это трансформер То есть Они фотографируют Их в разных Видах И самое Интересное Использование Это Кидаться ими Можно как мячик Я приготовила Да Ловить То есть Можно Обросать И это Если То есть В принципе Они достаточно Прочные Да Потому что Дети Это не Одноразовая Игрушка Ее Можно Стирать Ее Можно Стирать В машинке При 40 градусах И если Это важно Потому что Все-таки Мы все знаем Что мягкие игрушки Как губка В себя Впитывают Всю пыль Безусловно И если Аллергики Дети То это важно Чтобы игрушка Когда постиралась Минимально Что-то можно сделать Ну то есть По поводу пыли И вообще аллергии Потому что Это полиэстер Это может быть Как это По экологии Это другой вопрос Это как раз Для нас задача была Гипоаллергенная И безопасная И чтобы легко стиралась Потому что у меня Самые маленькие дети Для меня это было Очень важно И мы сейчас отработали Если посмотрите Там 99 игрушек Вот снеговик Это для взрослых игрушек Да У нас вариант У нас все вышито То есть Мы говорили о том Что должно быть все вышито Чтобы Чтобы никто Не мог ничего Отгрызть И все максимально Должно быть Ввязано быть Да Чтобы это Сложно было Оторвать И мы это тестируем Тестируем На своих детях Дети с удовольствием Соглашаются Да С удовольствием На такие эксперименты И просто так Отдают игрушку Так они просто Они Мега счастливы Конечно Получить Мне надо Говорит мама Слушай Вы там что-то вяжете Вяжете Ну когда же ты мне Пронесешь там Вот какую-то игрушку Я там видела У вас на сайте Что она есть Я все грунчусь еще отслеживает Что в начале программы Я уже сказала премии Которую вы получили недавно Расскажи более подробно Мы на самом деле Получили несколько наград В этом году Это сфера социального Предпринимательства В сфере как раз Организации занятости Людей нуждающихся В социальном обслуживании Это инвалидов И людей Старшего поколения Первое Хочу сказать Что у меня семейный бизнес У меня в семье Вся моя семья В бизнесе Мы работаем И живем вместе И развиваемся И все остальное Потому что Иначе времени не хватит Когда начинаешь делить На все это И первая премия Это журнал От Russian Business Guide Как раз по семейному бизнесу Вумен Наше социальное предприятие Прошла Еще премия Всероссийского конкурса Лучший социальный проект Года Региональный этап Мы прошли уже Второй год И вчера было очень приятное Такое Позавчера Мероприятие Это вот Тожественная церемония Вручения премии Наши в Подмосковье Очень много Приятных моментов И понимания того Что нужно И в каком направлении Двигаться Как раз в тренде Поддержки таких людей Спасибо всем Кто вообще это все Организовывает Показывает И мы вошли еще В каталог Социальные предприниматели России От фонда Наше будущее Который вот совсем Скоро будет распространяться Очень хочется посмотреть Что там Что там получилось Будем рады Если вы В нашей студии Принесете этот журнал Какие сейчас Цели ты Ставишь перед собой Перед своей командой И каким видишь Развитие Творческих мастерских Вы знаете Мы очень много Работаем с людьми Их реабилитируем Понимаем Что дальше происходит Люди Когда уже приходят Они изменяются Изменяются очень сильно И приходят И приводят Своих друзей Коллег Но мы видим Что когда они Снова возвращаются В общество Когда снова возвращаются В семью То в них Как будто не верят То есть они теряют Свой Не знаю Свой запал Который здесь То есть то изменение Которое есть Нам очень сложно С этим работать Я честно говоря Хочу сказать Семьям Что ваши пожилые люди Они очень много могут Они очень хотят Развиваться Они хотят быть Не просто полноценными Членами общества Они хотят быть Активными И счастливыми Да И бояться за них То есть очень часто Страх семьи Мешает человеку Развиваться И выходить Вот из этих Четырех стенах С тобой то что-то Случится Еще что-то Случится может быть И в четырех стенах Но она здесь Человек здесь несчастлив Если он выходит Значит он что-то ищет Ну то есть какую-то потребность Как нам сказал человек Я шесть лет Шесть лет Искала Куда себя деть Шесть лет человек Искала Куда себя деть И не всем допустим Что-то Ну достаточно Допустим Какие-то Не знаю Кружки Танцы Много кто хочет Именно продуктивной деятельности Хотят чувствовать себя успешными То есть получать какой-то Не знаю Заработок Еще что-то Это тоже один из критериев Успешности Я вот про бабушку говорила В конце Очень хочется Чтобы семья поняла Еще Что она нужна Что бабушка и дедушка Это член вашей большой семьи Они очень хотят быть с вами Вот бабушка выходила Моя Ветеран войны Выходила на улицу И ждала семью Она ждала Когда кто-то к ней придет И они вместе что-то делали И она придумывала занятия Для того Чтобы собирать семью То есть она чувствовала себя Членом огромной-огромной семьи У нее было 9 детей И она за каждого Она говорила Что каждый палец Это вот как раз Мой ребенок И мы сейчас Хотим Так немножко Дать повод Вместе что-то сделать И проводим Конкурс Семейной традиции Новогодней Где семья Для нас Это расширенная семья Не только мама Папа И ребенок Где есть мама Папа Дети И бабушка С дедушкой Где нужно Заявочки принимаем До 29 числа Это на сайте звездопадсвершений.рф Предлагаю Поучаствовать До 29 ноября Мы чуть будем продлевать Но пока вот 29 ноября Предлагаю Поучаствовать Заявка простая Просто вместе Что-то придумайте И сделайте В заявке Нужно будет Еще указать Какую традицию И какими игрушками Играла ваша бабушка Ваша мама И ребенок То есть Сейчас такое современное Для чего Для того Чтобы был повод Пообщаться И самое интересное Мы будем рассказывать На церемонии На торжественной В декабре Как раз Вручать Когда будем Призы победителям Еще хочу сказать Что каждая семья Получит подарок Новогодний И диплом участника Памятную То есть Вот такой вот момент Очень хотим Чтобы начали Уже вместе Что-то делать Мы знаем Что очень много Конкурсов проводится И родители Всегда помогают Своим детям Пожалуйста Подключайте Бабушек и дедушек Они с удовольствием Включатся И вы удивитесь Как они изменятся Как они станут Самостоятельными Как наш страх За них Просто уйдет Потому что Это хороший Очень воспитанный И ответственный Люди Светлана Желаем развития Вашему социальному проекту И спасибо За интервью Спасибо вам огромное И мы хотели Мы знаем Что у вас совсем Недавно был День рождения Это конечно Вам исполнилось 18 лет Вам исполнилось 18 лет Поэтому вам уже можно Все Вот вам сердце От нашего Большого сердца От нашей команды Вот такое Плюшевое Берегите Вот антистресс Как раз Сделано с любовью Сделано с любовью И пусть ваши сюжеты Будут такими же Яркими И вот Оригинальными И обязательно Сделано с любовью Спасибо Светлана Передавай привет Огромное Всем Кто занимался Созданием Этого сердца Спасибо Вы смотрели Специальное интервью Оставайтесь на нашем канале До свидания